Последний прямой потомок Чингисхана. Трагическая судьба королевы Монголии Генен Пил. На этом снимке 1920-х годов последняя королева Монголии Генен Пил. Именно она вдохновила режиссера Звездных войн Джорджа Лукаса на наряд королевы Падме Амидалы, которую играет Наталья Кортман в эпизодах с 1 по 4. Генен Пил была последней из прямых потомков Чингисхана. Увы, у королевы Генен Пил судьба сложилась куда более печально, чем у героини Звездных войн. Богдо Гэген VIII – последний великий хан. Он отбил китайскую экспансию и установил в Монголии монархию. Мечтал, чтобы монархия была восстановлена и в Российской империи. Когда супруга Богдо Гэгена VIII умерла, ему стали искать новую жену, которая должна была стать новой королевой. Советники договорились с Генен Пил, и она стала жить с Богдо Гэгеном. Однако царствование продлилось недолго. Спустя год великий хан умер от онкологии. Нового хана искать не стали. Монархия была упразднена. Девушка получила дорогие подарки из казны и вернулась в свою семью, после чего благополучно вышла замуж за местного борца. В браке у них родилось трое детей. Спустя 13 лет о Гэген Пил неожиданно вспомнили. В 1937 году в Монголии бушевали репрессии. Власти пытались построить у себя социалистическое общество на манер СССР. Рассматривалась даже возможность войти в состав СССР в качестве 16-й республики. Сперва власти выгнали всех монахов из монастырей. Это спровоцировало восстание. И было решено не только жестко подавить недовольство, но и избавиться от прежней элиты и носителей традиционных ценностей. Местные власти начали проводить зачистку, по всей стране уничтожая религиозных деятелей и представителей древних родов. Масштабы репрессий были гигантскими и затронули до 5% населения Монголии. Гэген Пил арестовали и приговорили к высшей мере. Ей было всего 33 года, и виновата она оказалась только в том, что была прямым потомком Чингисхана и супругой великого хана.